20 глава Книги Деяний Апостолов Он отправляется в Иерусалим и последний стих 20 главы говорит о том, что они проводили его на корабль. Совершенно очевидно, что Лука с огромным удовольствием рассказывает о мореплавании. Он дает очень много подробностей, порой даже слишком много подробностей, как нам кажется. Величайший шедевр повествования Луки о бутеплавании. Мы находим в 27 главе. Говорится там о кораблекрушении апостола Павла. Даст Господь, мы об этом сегодня еще побеседуем. Но он был с апостолом Павлом. Он с удовольствием рассказывал все эти подробности путешествия. Он описывает, буквально перечисляет все острова, мимо которых они прошли, в которые они заходили. Они заходили в Финикию также, через Кипр. Дальше они прошли через Тир. Это большой древний финикийский город. Об этом в 3 стихе. 4 стих. Мы видим одну из величайших тем 21 главы Деяния Апостолов. Святой Дух даровал разным людям разные дары. Некоторые люди имеют дар пророчества или дар понимания будущего. И несколько человек пытаются остановить Павла, чтобы не шел он в Иерусалим. Начинается все это в 21 главе 4 стихе. Они говорят Павлу через Духа Святого, чтобы тот не входил в Иерусалим. Они проходят через Тир, приходят, приплывают в Кесарию. 65 миль от Иерусалима. 7 стих. Они приходят в дом Филиппа Благовестника. Того самого, который привел эфиопского евнуха к Иисусу Христу. Того самого, который служил в Самаре, о котором говорилось уже в 8 главе Деяний Апостолов. В 6 главе он называется Диаконом. В 21 главе называется Благовестником. Очевидно, он осел со своей семьей в Кесарии. К тому времени, которое мы сейчас с вами читаем. А у него 4 дочери, 4 незамужних дочери. И они наделены даром пророчествования. И Павел находится у него в доме. И приходит еще один пророк из Иерусалима. Назовут его Агаф. Скорее всего, тот же самый, о котором говорилось в 11 главе Деяния Апостолов. Именно он был прислан из Иерусалимской церкви в церковь Антиохийскую. Пророк Агаф особым образом через действия. Через связывание, завязывание своего собственного пояса. Через завязывание собственных ног и рук поясом Павла. Он говорит, вот что сделают с тобой евреи в Иерусалиме. «Если ты туда пойдешь, ты отправишься, тебя свяжут, тебя бросат в тюрьму, тебя выдадут язычникам». И все, даже и сам Лука в 12 стихе, умоляют Павла не ходить в Иерусалим. А Павел говорит в 13 стихе, «Что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». 14 стих. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». Некоторые библиисты, изучая эти фрагменты, видят в них проблему. Очевидно, что Дух Святой пытается удержать Павла, чтобы тот не шел в Иерусалим. А Павел, который при этом живет по Духу, все-таки ходит почти пойти в Иерусалим. Говорят, что здесь есть какое-то противоречие. Никакого противоречия здесь нет. Дух Святой указывает, что Павла ожидают великие преследования, великое гонение в Иерусалиме. Но Павел это уже знал. Павел это никогда и не отрицает. Те, кто поняли, какие события должны произойти, решили при этом, что воля Божия, чтобы Павел не ходил в Иерусалим, и вот это решение было неверным. Дух Святой дал этим людям знания, чтобы они поняли, что в Иерусалиме Павла ждут страдания и преследования. Однако Дух Святой не повелевал этим людям останавливать Павла. Павел ушел в Иерусалим по воле Божией. Павел был связан по воле Божией. И смерть Павла была потом по воле Божией. Иногда Павел убегал от опасности. Он убегает, например, из зверей. Он убегает из Фессалоники. В конце концов, мы будем читать о том, что мы читали о том, как он убежал и ушел из Листеры. Он возвращается, но... Ведь он убежал в свое время. Он убегает через стены, его переправляют после своего обращения в Дамаске. Но приходит момент, когда он перестает бегать. Наоборот, он идет прямо к опасности, навстречу опасности. Так же поступил Иисус Христос. Когда Иисус проповедовал в синагоге, в Назарете, его вывели за город, и его пытались сбросить с утеса, погубить его. Но мы читаем о том, что он ушел от них. Он прошел через них, через эту толпу. На него пытались наложить руки, но не смогли. Но придет момент, когда он встанет к ним лицом. Придет момент, когда он позволит им арестовать его, связать его, бить его, плевать на него, пытать его, убить его. Такое время придет. Но Святой Дух не повелевает Павлу убегать от опасности, убегать от преследования, убегать от гонений, от страданий. В 15 стихе. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим». В Иерусалиме у Павла еще одна встреча с Иаковом. В послании к Галатам мы узнаем, что до Иерусалимского совета Павел встречался с Иаковом, лидером Иерусалимской церкви, дважды. Значит, по крайней мере, это третья, а может быть, и четвертая встреча Павла и Иакова. Со времени последней встречи Иакова и Павла произошли две вещи. Тысячи иудеев обратились ко Христу. Да, со временем церковь станет преимущественно языческой, но пока это еще не произошло, тем более, что и язычников в Иерусалиме было мало. Так что в Иерусалиме христиане были прежде всего из евреев. Иаков и говорит об этом. Тысячи иудеев стали христианами. Об этом мы читаем в 20 стихе. И они ревнители законом Моисеева. Так что первое, что произошло, тысячи обращений из евреев. Второе. Среди этих евреев Павел прославился. Но прославился по плохой причине. Иудеи считают, что Павел выступает против закона Моисеева. Иудеи считают, что Павел учит иудеев, ставших христианами, не соблюдать закон. Когда мы с вами читаем первое послание к Коринфянам, 9 глава, мы видим слова апостола Павла. И он говорит, если я хочу, если я должен привести, ну скажем так, по-современному, вегетарианца ко Христу, он будет вегетарианцем. Если нужно привести ко Христу человека, который под законом, он и сам будет подзаконным. Закон нас не спасает. Закон Моисея не в силе принести нам пользы. Большинство христиан, большинство ученых христиан говорят так об отношении христиан к Ветхозаветному закону. Они говорят, что есть три части закона. Есть гражданский закон или гражданское право, то есть то, как мы управляем этой землей, как мы обеспечиваем порядок через полицию, налоги и так далее. Дальше есть церемониальный закон, это ритуалы, через которые мы проходим в практике нашей религии. И есть этический закон или нравственный закон, который определяет нормы поведения по отношению к Богу и к ближнему. Все это находится в десяти заповедях. Большинство христианских ученых говорят, что христианин не подотчетен, не подвластен гражданскому праву или церемониальному праву, но вполне подвластен нравственному праву. На такой позиции стояла реформатская протестантская теология, и также на ней же стоят большинство христианских ученых. Я думаю, что эта позиция, хотя в принципе ее можно защищать, имеет определенные проблемы. В Ветхом Завете 613 заповедей, не 10, а целых 613. Ветхий Завет не знает различия между церемониальным законом, гражданским законом и нравственным законом. Более того, Библия говорит о законе вообще, как о кодексе, как о едином кодексе. Сам Иаков говорит об этом, потому что Иаков пишет в своем послании, в послании Иакова 2 глава, о том, что если мы нарушаем одну часть закона, то мы нарушили весь закон. Закон был пригвожен ко Кресту с Иисусом Христом. Христос исполнил закон. Люди, которые говорят, что мы остались под правом, правственным законом, 10 заповедей и так далее, говорят так вот почему. Потому что если так не сказать, то христиане станут беззаконниками. Мы будем христианами, которые говорят, мы спасены по благодати, Бог нас прощает, мы можем поступать, как хотим. Павла в этом обвиняли. Он говорит об этом в послании к римлянам. Он говорит, ничего подобного не может такого быть. Но есть еще один взгляд на наши отношения с законом. С одной стороны, мы можем сказать, что вот давайте извлечем нравственные элементы этого закона и будем их соблюдать. Но есть еще один способ. Можно сказать так. Мы вообще не будем обращаться к закону Моисеева. Потому что мы люди Нового Завета. У нас новое священство. В послании к евреям говорит, если есть новое священство, то есть и новый закон. Но наш священник не Аарон и не Левий. Наш священник Иисус Христос. Иисус, священник, не по чину Ааронову, не по чину Левия, а по чину Мельхиседекову. По чину этого поразительного царя-священника, о котором говорится в 14 главе Бытия и в 109 Псалме. Каков же тогда наш закон? Послание к римлянам, 8 глава, рассказывает о законе Духа Жизни. А во Христе Иисусе. Это и есть наш закон. Иакова 2 говорит о царственном законе. Наш закон царственный, потому что наш священник также и царь. В Ветхом Завете это было невозможно. Послание к Галатам, 6 глава, говорит о законе Христовом. Что такое закон Христов? Я бы сказал, что это все заповеди Нового Завета. Если кто-то говорит, что мы не под законом, и христиане могут делать все, что угодно, то скажу вам вот что. Закон Иисуса Христа достаточно глубже, достаточно более всеобъемлющ, чем закон Моисея. Потому что закон Иисуса Христа касается, прежде всего, внутренних реальностей. Моисей говорит о том, что мне нельзя убивать. Мне нельзя блудить. Но в хороший день я могу и даже не захотеть ни убивать, ни блудить. Но Христос требует большего. Он говорит, и не сердиться, и не быть сладострастным. Мне запрещено даже желание такие иметь. И вот это мне гораздо сложнее. Нам не нужно беспокоиться о том, что если мы под законом Христа, то у нас фактически нет закона, потому что мы отбрасываем закон Моисея. У нас новый священник, у нас новый завет, у нас новый закон, закон Иисуса Христа. Но мы смотрим на эти вопросы по-разному. То, как я вам объяснил, это взгляд меньшинства. Меньшинства христиан. Большинство христиан, большинство ученых скажут, моральный закон, нравственный закон распространяется и на нас. Готовясь к этим занятиям, я использовал книгу Джона Стодда, замечательный проповедник. В 1975 году он ушел на пенсию. Когда записываются эти лекции, он еще жив, а он в доме для престарелых в Англии. Замечательный проповедник. Вы можете услышать его проповеди в интернете. Джон Стодд говорит, что моральный закон, нравственный закон распространяется и на нас. Нравственный закон от Моисея распространяется и на нас. Джон Стодд в большинстве, один из большинства. Но великий вопрос, который задали Павлу, заключался в следующем. Что делать с этими людьми, которые говорят, что ты распрощался с законом? Ничего страшного, если язычники не под законом. Достаточно не совершать блуда и воздерживаться от удавленины, и воздерживаться от жертвенного. Все в порядке. Но ведь эти три требования, это же церемониальные требования. Но только одно из них, моральное или нравственное требование, это воздерживаться от блуда. Что тогда получается? За что в ответе язычники? Только за эти конкретные вещи? Нет. Также за соблюдение всех заповедей Нового Завета, которые, пожалуй, настолько же обширны, как и закон Моисеев. А что же делать иудеям? Павел говорит в первом послании Коринфянам о том, что есть слабые люди. Есть люди, которые настаивают на соблюдении правил. То, другое, третье. Это не есть. Этого не делать. Павел говорит, может быть, я с ними не согласен. Я знаю, что имею свободу во Христе. Но все-таки, чтобы не быть ему камнем преткновения, чтобы не быть для него искушением, чтобы совесть его не мучила, я ограничу свою свободу для того, чтобы послужить ему. Что же говорит Иаков Павлу? Иаков говорит, у нас есть четыре человека. Это известные люди. Они приняли на себя очень жесткую ветхозаветную клятву, возможно, клятву Назарейства, о которой говорится в числах 6 глава. Самсон был Назареем, но нарушил все правила. Так вот, Иаков говорит, а прими эту клятву, помоги этим людям. С клятвой все об этом узнают. И Павел соглашается это делать. Павел не говорит, что, слушайте, мы проповедуем благодать, и все эти правила нас больше не интересуют. Он говорит, нет, я согласен. Если людям это поможет, то я согласен так поступить. Так он и поступает. Об этом в 26 стихе. Он взял этих людей, он очистился, и пришел в храм. Но в храме его заметили, и на него напала рассерженная толпа. Вот что происходит здесь на протяжении всей оставшейся книги Деяния Апостолов. До сих пор Павел наступал. Он наступал, когда был еще Савлом из Тарса. Он наступал, когда стал миссионером Павлом. А с этого момента и до конца книги Деяния Апостолов Лука рассказывает о том, как нападали на Павла и физически, и юридически, и о том, как Павел защищался. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Некоторые полагают, что, среди прочего, Лука поставил перед собой цель написать руководство, учебник, справочник для юристов, свидетелей и судей, которые должны будут потом принять решение о том, что делать с апостолом Павлом согласно римскому праву. Что Лука рассказывает историю апостола Павла для этих людей. Потому что на протяжении оставшихся глав мы очень многое узнаем о том, что происходит с точки зрения юридической. Христианского учения здесь уже не так много. Истории много. История преследования апостола Павла перед нами. И защиты Павла. Почему Святой Дух позволил, чтобы такой длинный, большой фрагмент Священного Писания был посвящен такому, кажется, неважному предмету? Ну, во-первых, для того, чтобы историю написать. На протяжении нескольких столетий, первых столетий существования христианской церкви, мир был в руках Рима. Только через 300 лет Рим перестал гнать христиан. И было очень полезно, что у христиан есть документ, в котором четко написано, почему Риму не следует притеснять христиан, почему христианам нужно дать свободу. Но кроме исторического аспекта, кроме аспекта полезности на протяжении первых веков существования христианства, есть здесь еще одно соображение. Эти фрагменты, этот текст важен и для нас, потому что и нам тоже могут угрожать по закону, и нас тоже могут преследовать. У некоторых из вас деды и прадеды подвергались гонениям за христианство. И, может быть, и нам достанется, может быть, и нам придется. Может быть, и в Америке будут гонения, потому что Америка изменяется очень быстро. Возможно, христиане из Америки будут убегать в Россию в поисках религиозной свободы. Мир меняется и меняется очень быстро. Так что вот перед нами величайшая модель. Итак, толпа его настигает. 28 стих Павла обвиняют в том, что он проповедует и учит против закона. о нем распространяют обман, ложь. Говорят, что он привел язычников вместо храм в храме, во двор храма, который только для евреев. Дело в том, что в храме был внешний двор, это двор для язычников. Затем стояла стена, каменная стена, которая отделяла двор язычников от внутреннего двора. И проходить туда, на внутренний двор, могли только евреи. Павла видели в Иерусалиме с Трофимом, тем самым Трофимом, о котором говорится во втором послании Тимофея 4 глава. Трофим был язычником. И поскольку они увидели Павла с язычником в Иерусалиме, поскольку они увидели Павла в храме, они решили также, что Павел привел язычников в храм. А может быть, даже не решили. Может быть, просто солгали. Он не приводил язычников в храм. 30 стих говорит, весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма. Собирались делать с ним то же самое, что сделали все время со Стефаном. Павел участвовал когда-то в избиение Стефана в казни Стефана. Теперь, кажется, то же самое может произойти с Павлом. Обратите, пожалуйста, внимание на концовку 30 стиха. И были заперты двери. И тотчас заперты были двери. Я думаю, что это не только рассказ свидетеля, это не только историческое повествование. Это также и символическая аллюзия, символический литературный прием. Возможно, в этот самый момент совершилась смерть иудаизма с точки зрения возможности будущего покаяния Израиля. По крайней мере, на 2000 лет такой возможности больше уже нет. Павел приходит, чтобы засвидетельствовать о благодати Божией. Они выволакивают, волокутывают из храма и двери тюрьмы, и двери темницы закрылись. И в тот момент по благодати Божией римский воин, римский начальник услышал, что толпа негодует. И он спас, буквально спас апостола Павла, избавил апостола Павла. Он взял воинов и сотников, а устремился на них. Павла заковали в цепи, его уводят, и Павел начинает разговаривать с солдатом на греческом языке. Кстати говоря, тысяченачальник решил, что Павел египтянин, а тут он начинает говорить, великолепно говорить по-гречески, на чистом, изысканном греческом языке. И тогда тысяченачальник понимает, что его заключенный далеко не египтянин. Это человек образованный, это человек важный. В 37 стихе он спрашивает Павла, ты говоришь по-гречески, то есть ты не египтянин? 39 стих говорит, Павел говорит, я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного келикийского города. Я не из маленького городка, я из большого и важного города, и к тому же я римский гражданин. Кстати говоря, один из величайших университетов Древнего мира находился как раз в Тарсе, в родном городе апостола Павла, там, где он родился. И дальше он говорит, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. И тысяченачальник дал такое разрешение, позволил. Да, Павел обращался к римлянам по-гречески. Теперь к толпе он обращается по-еврейски. Редактор субтитров Редактор субтитров